Если такое ощущение есть, значит это, без чего ты не можешь, принесет тебе страдания. Поэтому очень важно, ну есть очень сильные объекты любви, это муж, дети. Поэтому женщина должна учиться думать о Боге, потому что когда человек думает о более высоком объекте, чистом объекте счастья, то все остальные объекты спокойнее воспринимаются. Если ты сильно привязан к настроению своего ребенка, характеру, значит он скоро будет эгоистом, упрямцем, и ты не сможешь с ним ничего сделать. И ты теряешь своего ребенка, он потом на самом деле будет тебе грубить, злиться на тебя. Это от привязанности происходит, когда человек зависит от кого-то, он как будто вытягивает от него силы. И с этим человеком очень трудно жить рядом. Зависимость означает всегда унижение, хотя человек может при этом вести себя очень грубо, по-хамски. Вот смотри, допустим, бывают матери, которые очень сильно привязаны к своим дочерям, допустим, или сыновьям, но постоянно кричат на них, злятся. А это не значит, что они гордятся собой в отношении, они кричат от обиды, потому что они хотят, чтобы их понимали. То есть зависимость означает, что ты вот зависишь от настроения человека, от у него чуть-чуть моргнул, ну там моргнул не так, что-то вернулось во рту, и ты уже как бы, все, он меня не любит. Начинаешь на него кричать, понимаете, это ревность отсюда идет. Ты наблюдаешь, следишь за ним. Любит он меня или нет, что такое вообще. И человек думает, господи, как можно с этим человеком жить, это же абсолютно невыносимо. Он меня поработил, он не дает мне смотреть никуда, ничего говорить. Зависимость означает унижение. В конечном счете это приводит к разрушению отношений, потому что жить с таким человеком просто невозможно. Богу не нравится в моем сердце жить рядом с таким человеком. То есть когда человек от тебя зависит, не надо гордиться собой, не надо как бы понукать им, хочу перерожное, хочу морожное. Надо просто чуть-чуть от него отодвинуться. Ну то есть, понимаете, есть два варианта, или стать гордым рядом с ним и там ему указывать. Но есть разные виды унижений. Иногда, допустим, родители часто унижаясь, очень грубо себя ведут с детьми. Почему? Особенно на Востоке это часто бывает. Потому что они хотят силой заставить ребенка быть и его собственностью. То есть, ну родители сначала в детстве к детям сильно привязались, их сильно любили, потому что Восток означает сильная любовь к детям. И так же к семье. Люди сильно любят семью, детей, привязываются. И потом ребенку не дают свободы, не дают принимать решения, жить не дают. Поднимите руку, у кого такие страдания от родителей исходят. Видите, это Восток. Это нормально. Вы тоже так же будете мучать своих детей потом, когда... Если не получите знания. Вы должны изучать эту тему. Спасибо. Спасибо.